Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите экономический календарь рынка Форекс на канале Инстафорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. В начале предстоящей недели выходит следующая макроэкономическая статистика. Так, в понедельник Китайское бюро статистики опубликует данные об изменении объема ВВП за первый квартал 2017 года. Экономисты прогнозируют прирост, равный 1,6% в поквартальном выражении. Годовой рост должен составить 6,8%. Напомним, что в четвертом квартале 2016 года валовый внутренний продукт Китая увеличился на 1,7%, что соответствует ожиданиям. В годовом исчислении ВВП увеличился на 6,8%. Это самое высокое значение показателей с четвертого квартала 2015 года. В то же время за полный 2016 год китайская экономика выросла на 6,7%, что совпало с самым низким темпом с 1990 года. Эксперты ряда государственных ведомств КНР прогнозируют ослабление экономического подъема на фоне ухудшения внешнего спроса, усиления деглобализации и протекционизма, неопределенности в отношении политики США, устойчивых экономических дисбалансов в Китае, а также вероятного сокращения продаж автомобилей и жилья в стране. Кроме того, во вторник в США выйдет мартовский отчет по выданным разрешениям на строительство. Ожидается, что в отчетном периоде было одобрено 1,255,000 заявок. Отметим, что в феврале количество выданных разрешений на строительство в США упало до отметки 1,2 млн с уровня 1,290,000, зарегистрированного в январе этого года. В годовом выражении индикатор расширился на 2,5%. Поддержку рынку недвижимости продолжает оказывать улучшение ситуации на рынке труда Америки, в том числе увеличение темпов роста заработных плат. Кроме того, в среду в зоне евро выйдут предварительные данные по инфляции в апреле. Ожидается рост цен на 0,8% по месячной динамике на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Напомним, что в марте потребительские цены в регионе были на 1,5% выше, чем в прошлом году. Снижение инфляции было гораздо резким, чем ожидалось экономистами. По оценкам, цены должны были вырасти на 1,8%. Снижение инфляции было обусловлено ценами на энергию и продовольствие. Рост годового уровня инфляции в еврозоне закончился в марте, вероятно, подкрепляя решимость Европейского центрального банка продолжить свои меры стимулирования, несмотря на растущую оппозицию со стороны Германии, крупнейшего члена валютной зоны. Помимо вышеперечисленной статистики, с понедельника по среду выйдут следующие отчеты. В понедельник в Китае опубликуют данные по промышленному производству. Во вторник будет опубликован протокол совещания австралийского центробанка. США выйдет доклад по промышленному производству. В среду выйдет обзор ФРС «Бежевая книга». Вы смотрели экономический календарь, подготовленный специально для вас команда Инстафорекс ТВ. Всего доброго!